Резкое увеличение количества заразившихся коронавирусом не обязательно говорит о всплеске заболеваемости. Важный момент. Количество проб, отобранных для анализа, увеличилось. В Тверской области таковых все больше и больше. Неудивительно, что лаборатории региона работают в круглосуточном режиме, в том числе и самое крупное, при управлении Роспотребнадзора. Десятки случаев подтверждения COVID-19 совсем не говорят о том, что в Тверской области резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Просто охват заметно вырос, увеличилось количество анализов, отмечают в лаборатории регионального управления Роспотребнадзора. Если раньше в месяц их проводилось 2-3 тысячи, то теперь около 10. Сейчас обследуются все больные пневмониями, лица старше 60 лет с острыми респираторными вирусными инфекциями. Обследуются лица, находящиеся в закрытых учреждениях. Обследуются лица, которые вернулись из туристических поездок и имеют симптомы острых вирусных инфекционных заболеваний. Работать приходится в две смены, в круглосуточном режиме. Ведь анализы сюда доставляют не только из Твери, но и из районов. Напомним, что теперь на сайте регионального правительства размещен специальный сервис, благодаря которому можно оследить эпидемиологическое положение в каждом муниципалитете. Повсюду в лаборатории соблюдаются строжайшие меры предосторожности. Все окна наглухо закрыты, а на всех сотрудниках специальные костюмы. Так что работать им приходится в прямом смысле слова в поте лица. Каждый контейнер с биоматериалами в течение двух часов качует из кабинета в кабинет, передаваемый через специальные окна. А здесь вот за этим стеклом проходит финальная стадия выявления того самого вируса COVID-19. То есть вся информация отсюда в итоге и выходит в Роспотребнадзор, наше региональное управление, которое потом уже всем нам и объявляет, сколько раз коронавирус диагностирован на территории региона за последние сутки. Как будет складываться ситуация в дальнейшем, сейчас сложно спрогнозировать. С одной стороны, с приходом майского тепла у людей появится больше искушения прервать режим самоизоляции. Не говоря уж о том, что работу возобновляют многие предприятия. С другой стороны, COVID-19 это все-таки грипп. А значит, есть надежда, что он отступит, когда столбики термометров покажут значения близкие к 20 градцам тепла и даже выше.